Всем большой привет! Последнее время в комментариях под видео и в инстаграме вы часто меня спрашивали, как выучить английский язык и как ты его выучил. Конечно, он-то выучил мне еще далеко, хотя успехи, конечно, есть относительно того, что было раньше. В США жить хорошо, а сознание языка здесь становится жить просто прекрасно. Согласитесь, ведь очень круто, когда вы можете доносить свои мысли американцам, а они вас понимают, а вы понимаете их. И что самое главное, вот такие у вас возможности найти работу без знания английского языка в Америке, и они становятся невероятно широкие, когда вы его знаете. Тезисно в телефоне я расписал самые эффективные способы изучения английского языка, на мой взгляд, и сейчас я вам их раскрою. И я очень надеюсь, что это видео для вас будет крайне полезным. Сразу хочу сказать, что выучить английский язык быстро не получится, это невозможно. Это такой же скрупулезный труд, как ходить в зал, качать свои мышцы. Это требует времени и усердия. Итак, первое, с чего важно начинать изучение английского языка, это база. То есть нужно знать времена, просто найдите их где-либо и изучайте. А также самые популярные слова. Их вообще 100, а лучше выучить тысячу самых популярных слов. Внимание, если вы будете знать тысячу самых популярных английских слов, то по статистике, по-моему, 80-90% того, что будут говорить американцы, вы будете понимать. То есть из этих тысяч слов строятся все предложения в большинстве своём. Очень важно знать неправильные глаголы. Их, в принципе, не так много, и поэтому вы можете их просто зазубрить, запомнить, и всё. Вы с ними закончите, зато вы будете понимать и знать, что куда вставлять. А также фразовые глаголы. Американцы их очень сильно любят употреблять в своей речи. Так что давайте поймём ещё раз, что такое база, на мой взгляд. На мой взгляд, база в английском языке – это времена, тысяча самых популярных слов, неправильные глаголы и фразовые глаголы. Это, в принципе, то, на что следует делать упор. Второе, что вам очень сильно поможет в изучении английского языка – это изучать слова каждый день. Будет очень круто, если вы будете изучать по 5-10 слов ежедневно. Вы только представьте себе, 5 слов каждый день, всего лишь 5 слов каждый день. В месяц – это 30 умножаем на 5, 150 слов. Через месяц вы уже будете знать 150 английских слов. А вы уже запомнили, да, зная тысячу слов, вы будете понимать 80-90% того, что говорят американцы. Так что вы не так далеки от того, чтобы начать их понимать, но при этом нужно учить слова ежедневно. Третье, что очень эффективно – это смотреть фильмы на английском языке с английскими субтитрами. Не на русском, не на вашем родном языке, а именно на английском языке субтитры. То есть вы слушаете, что говорят в данном фильме, и в то же время вы читаете. И таким образом у вас в голове начинают складываться все пазлы. Так что находите англоязычных блогеров на ютубе на те темы, которые вам интересны, и начинайте их слушать. Или же включайте свои любимые сериалы на английском языке, но еще расскажу, с английскими субтитрами. Это очень эффективный способ, и это очень помогает воспринимать американскую речь. Вы начнете постепенно членоразделять предложения, которые поначалу для вас будут казаться просто каким-то месивым, непонятных наборов звуков, букв и слов. Четвертый эффективный способ, который, правда, я никогда не пробовал, но мне рассказывали, что он помогает эффективно и действенно, это брать стикеры и писать на них на английском языке, например, как будет телевизор, стол, стул, чашка, кружка, чайник, микроволновка, лампа. И вы эти стикеры клеите на те предметы, которыми их опозвали на английском языке. Попробуйте это сделать, оклейте всю свою квартиру, все свои принадлежности, которыми пользуетесь. Попробуйте оклеить в своей квартире все, что вы видите. Я думаю, что это действительно действенный способ, и вы постепенно начнете уже называть все вещи, которые видите, не на русском языке, а именно на английском языке, потому что вы будете к ним подходить и очередной раз видеть, что это не стол, а table, что это не стул, а chair, что это не подушка, а pillow, что это не диван, а... Сука, как ты называешься? Ладно, еще можно много чего перечислять, но переходим к следующему тэдису. Пятая суперважная вещь в изучении английского языка – это регулярность. Лучше изучать язык по полчаса, час в день, чем это делать раз в неделю, там, два, три, четыре часа. У всех нас есть полчаса в день. Эти минуты по дороге куда-либо, на работу, на встречу с друзьями, просто гуляя. Используйте это время, доставайте тетрадку, одевайте наушники и слушайте, изучайте, смотрите, читайте английские слова, английскую речь. Регулярно изучая английский язык, через какое-то время вы сами заметите, как ваш уровень языка, ваше понимание возрастает с каждым днем, неделей, месяцем. Шестое очень важное – повторяйте. Просто повторяйте то, что когда-то выучили, то, что когда-то услышали. Повторение – мать учения. Это важно. Без лишних слов, просто повторяйте. Седьмое – изучайте то, что вам нравится. Смотрите те фильмы, которые вам нравятся. Изучайте те слова, которые вам нравятся. Таким образом вы будете оставаться мотивированы. А чем больше будет мотивации, тем больше шансов на успех. Вы не забросите изучение английского языка. Вы будете продолжать его изучать, потому что вам это нравится. Постарайтесь как-то разнообразить свой процесс изучения английского языка. Не зацикливайтесь на определенной теме, на определенных каких-то правилах. Просто поэтапно изучайте и оставайтесь мотивированными. В таком случае 100% вы будете продолжать и не забрасывать. Тут еще есть такой момент, который вам поможет – это отслеживать свои результаты. Допустим, сделайте себе какие-то метрики, на которые вы будете опираться и наблюдать, как растет ваш прогресс. Да, элементарно, даже как ваш словарь, ваша тетрадка с каждым днем пополняется новыми словами, и вы их запоминаете, и вы это отслеживаете, то, что «вау, страницы все больше, и я это все знаю». Но главное, еще раз, повторяйте где угодно, куда-то идете, где-то стоите в транспорте, едете в автобусе, открыли тетрадку, бам-бам-бам-бам-бам. Все, повторили слова, вы их знаете, вы их запомнили. Восьмое. Не бойтесь делать ошибки. Делая ошибки, мы учимся. Сделав ее в этот раз, в другой раз мы уже будем знать, как сказать правильно или как написать правильно. Ошибки наши все. Делайте их, и в следующий раз вы их уже делать не будете. Лучше сделать в этот раз сразу много... Не-не-не, чущей какая-то мотивационная фигня какая-то сейчас задвигается у меня. Короче, ошибки делать можно и нужно. Девятый совет, хотя он должен был быть еще раньше, это применяйте, используйте новые слова, которые вы выучили. Таким образом, они у вас будут заседать в голове не как пассивный запас какой-то, как слово, которое вы когда-то услышали и забыли, а именно как активный запас слов, которые будете использовать в своей речи, в своем обиходе. Это важно начать использовать. Если даже вы не можете использовать в разговоре с каким-то носителем или, ну, с любым человеком, кто с вами разговаривает на английском языке, вы можете просто строить предложения, любые предложения, просто строите в голове, пишите на тетрадке. Это поможет вам запоминать слова, особенно редко употребляемые слова. Это тоже очень важно. Десятое, и это еще не последнее, практика. Очень-очень-очень важно практиковаться. Я вам это рассказываю, хоть я сам понимаю, что этого совета я сам не придерживаюсь. Я мало практикуюсь, мало общаюсь на английском языке, хоть и живу в Штатах. Мне проще разговаривать с русскоязычными людьми. Если бы я больше разговаривал с американцами, если бы я практиковал английский язык намного больше, то я бы уже намного свободнее бы разговаривал и намного быстрее бы соображал на английском языке. Вот, кстати, практика вам помогает быстрее ориентироваться, быстрее подбирать слова и подбирать, самое главное, правильные и нужные слова в том предложении, в котором нужно его подобрать, построить. Практика тут очень помогает и вообще, наверное, практика это же самое важное, это вообще самое первое, может, второе после базы, это практика. Одиннадцатое, у меня уже пальцы не хватает на руках, как много советов я вам даю, но это все тезисно, без всякой воды. Надеюсь, что вам это полезно. Записывайте себя на диктофон, хотя бы раз в неделю делайте это, читайте на диктофон, говорите что-либо на диктофон. Таким образом вы будете поправлять свою интонацию, да, не, не интонацию, как это слово было? Произношение. Насколько вы правильно говорите те или иные слова, произносите их. Вот хочу кое-что тут уточнить. Когда вы говорите кое-что правильно, и люди это замечают и говорят, какой у тебя хороший английский, у вас сразу уверенность в себе, она еще больше возрастает, и вы понимаете то, что не зря я его учил, меня ведь правда понимают. Соответственно, и растет ваша мотивация, вы понимаете то, что не зря все это. Так что произношение важно. Записывайте себя на диктофон и слушайте себя, исправляйте себя. Кстати говоря, очень мало кто и редко кто вас будет исправлять то, как вы что-то говорите, как вы произносите. Тут очень важно самому работать над собой, над своим произношением, чтобы люди у вас, американцы, англичане, австралийцы, канадцы, неважно кто, носители английского языка вас понимали. По сути, на этом мои тезисы, мои советы закончились, 12-го совета уже нету, но бонусом, как сейчас все любят это делать, я вам хочу еще кое-что сказать. Задумайтесь над той идеей, что когда вы родились, вы не знали свой родной язык, вы его приобрели. Каким образом вы его приобрели? С вами разговаривали на том языке, на котором вы сейчас говорите. Вы его слышали отовсюду, вы его воспринимали. Так, попробуйте сейчас приобрести также и английский язык. Точно таким же образом, как и свой родной язык, постарайтесь окружить себя полностью английской культурой. Постарайтесь слушать музыку на английском языке, смотреть фильмы на английском языке, обклейте все вокруг себя английскими словами и таким образом окружите себя всеми теми условиями, которые у вас были когда-то, чтобы выучить язык, который вы хотите выучить. Я вот себе все эти тезисы написал, хоть я сам их всех не придерживаюсь, к сожалению, хотя и надо, потому что они правда эффективны. Вот делайте все эти моменты, которые я озвучил, и действительно вы выучите английский язык на том уровне, на котором вы говорите на своем родном языке, а может быть даже лучше. Я очень надеюсь, что эти советы вам были полезны. Если это так, делитесь этим видео со своими друзьями, а также с теми людьми, кто изучает или собирается изучать английский язык, ведь тем самым вы и им тоже поможете. Спасибо вам большое, что посмотрели этот спецвыпуск, можно даже сказать так, до конца. Изучайте английский язык, он очень востребован, всегда пригодится. Оставайтесь мотивированными и до завтра!